Коллеги, добрый день! Наша задача сегодня на примерах показать новые возможности задания цен продажи, которые появились в версии 2.5.6, ERP в комплексной автоматизации, а также UT11 в версии 2.5.6. В старой версии ценообразования цены задавались на номенклатуру или на отдельную характеристику, если ввелся учет по характеристикам. В новой версии цены задаются на номенклатуру, если ведется учет по характеристикам, то можно задать единую цену, а также цены ведутся в разрезе характеристик их реквизитов, в разрезе серии их реквизитов, а также в разрезе упаковок. Добавлен мастер перехода на ценообразование 2.5. Если вы работаете в демо базе, то за пять шагов в течение одной минуты он переведет вашу систему на новую версию. Теперь справочник виды номенклатуры также участвуют в ценообразовании, в частности в установке разрезов ценообразования. Справочник виды цены также изменился. Теперь он может задавать виды цен на отдельные объекты, на соглашение, партнер, склад или формат магазина. Поэтому вид цены для всех называется теперь общим видом цены, а вид цены для объекта называется индивидуальным. В связи с этим изменились и интерфейсы, в частности в соглашении. Если раньше вид цены задавался вот как указано слева, то теперь в группе ценообразования задается отдельно общий вид цены и отдельно индивидуальный вид цены. Вкладок уточнения цен по ценовым группам и по товарам нет, и этот функционал весь перенесен вот в индивидуальный вид цены. И вот такая группа ценообразования теперь присутствует во всех этих объектах и в соглашении, и в партнере, и в складе, и в формате магазина. Изменились интерфейсы всех объектов. Здесь хочется отметить, что прайс-лист может, обработка теперь устанавливать цены не только на дату, но и на период. Что очень важно для маркетинговых мероприятий. Можно сразу это показать. То есть в прайс-листе можно указать период, период и указать конкретную акцию. Дальше создаем цены и создаются два документа установка цен номенклатуры. Первый включает цены, второй переводит их назад. Вот так. Такое простое решение. Что еще хотелось бы вспомнить? Схема установки цен показана вот здесь на рисунке. Вначале задаются виды цен. Дальше по видам цен. В разрезе номенклатуры отобранной создается документ и установка цен номенклатуры. И эти цены дальше используются в документах продажи. Если мы прямо из документов закупки создаем цены, то на базе цен поступления, то можно вот по этой схеме на основании создавать документы и установка цен номенклатуры. Что же мы подготовили? Какие примеры? В первую очередь это виды номенклатуры для разных вариантов установки цен. Кофе. Это вид цены для задания, цен для упаковок. Это обычный товарный вид номенклатуры. И в разделе настройки ценообразования указано, что нужно устанавливать цены по упаковкам. Вот эта радиокнопка установлена по упаковкам. Цены ведутся по номенклатуре и упаковке. Записать. Следующий вид цены. Кроссовки предназначен для показа установки цен по характеристикам. Здесь в этом виде номенклатуры включено использование характеристик. Вот оно, несколько характеристик. Размер пол. Понятно, заданы доп. реквизиты. Размеры пол. Ну и в настройках ценообразования включен. Вот радиокнопка включена по характеристикам. Если мы установим без характеристик, то учет в документах будет вестись по характеристикам, а цены будут устанавливаться в целом на номенклатуру. Ну, нас сейчас простой такой вариант не интересует, поэтому устанавливаем по характеристикам. Ну и последний вид цены для показа установки цен по сериям. Здесь у нас включено использование серии. Серия на партию товаров. Реквизиты, срок и дату производства не используем, только номер серии. Вот. И серии у нас только на одном складе. Политика учет себестоимости товаров в разрезе серий. Ну и здесь тоже в настройках ценообразования указано, что по сериям цены ведутся по номенклатуре и по сериям. По реквизитам можно тут, конечно, добавлять и двойным щелчком убирать, но у нас реквизиты не заданы. Мы оставляем по сериям. Кроме этого, сделаны, ну, номенклатура по этим видам номенклатуры, она, как видим, по три позиции присутствует. И сделаны документы поступления, чтобы мы могли по ценам закупки устанавливать, рассчитывать цены продажи. Значит, вот документ один на поступление, вот, кроссовок. Документ второй. Мы тут закупаем кофе в упаковках. Вот, и третий документ. Мы тут закупаем ТВ-приставки. И вот конкретные серии, которые к нам пришли. И по этим сериям можно устанавливать цены. Без документа никак. Ну, дальше рассмотрим, что же, какие изменения произошли. Вот, в старой версии, еще в 255, был такой список формы виды цен, справочника виды цен. Теперь он несколько усложнился. Откроем. Виды цен. Вот он стал теперь таким. Добавилось вот с правой стороны два таких поля. Значит, здесь у нас отображаются, для каждого вида цены отображаются, где он используется. Вот, например, мы щелкнули здесь. Он используется в двух соглашениях. Щелкнули здесь. Мы видим, что этот вид цены используется у партнера, как общий вид цены. Здесь щелкнули, мы видим, что розничные вот кроссовки используются вот на этом складе магазине. То есть, это соглашение, эта колонка у нас партнер, это формат магазина, это склад. Значит, как можно устанавливать индивидуальные цены и общие виды цен? Значит, общие виды цен устанавливаются либо прямо из объекта, либо из вот этого интерфейса. Вот по кнопке «Изменить» и дальше. А вот индивидуальные виды цен устанавливаются из вида цены или же, опять же, прямо в объекте, скажем, соглашения на складе в формате магазина или у партнера конкретного. Так, ну, это вот первое различие в списках. Второе различие – это в самой карточке. Вот если раньше карточка вида цены выглядела так, вот, уточнение по ценовым группам, округление, правила округления и пороги срабатывания в отдельных вкладках были, то сейчас это по-другому. Как видим, давайте откроем какой-нибудь. «Изменить» и цены. Здесь мы видим, что пороги срабатывания, правила округления, установка цен по ценовым группам, все вынесено в одну вкладку. Вот, и добавилось много различных полей. Значит, первое поле, которое мы уже знаем, это предназначен для, в данном случае, этот вид цены предназначен для партнера. Указывается, выбирается вот здесь вот конкретный партнер. Указывается конкретно, в каких случаях используется для оптовой продажи. Здесь указывается список фактически номенклатуры, отбор, для которого устанавливается этот вид. По этому виду цены устанавливаются цены. Вот, знакомая нам ранее настройка задания цен была. Здесь добавилась еще глубина, глубина анализа. Глубина анализа – это период выборки данных. Он ограничивает неактуальные, так скажем, позиции. Вот, ну, пока все. Закрываем этот вид номенклатуры. Посмотрим, вот, скажем, кроссовки Opt. Значит, здесь обратим внимание, что у него для отбора, вот, отбор для всех кроссовок, но стоит флажок запретить установку цен за пределами отбора, и стоит флажок устанавливать цену по документам поставки. Что вот этот флажок означает? Он означает, что если мы формируем цены прямо из документа поставки, то этот вид цены будет присутствовать в этом документе по умолчанию. И еще один вид цены мы, давайте посмотрим, это вот тоже кроссовки. И здесь мы также видим, что это у нас для соглашения. Указано конкретное соглашение, для которого предназначен этот уточняющий вид индивидуальной цены. Указана номенклатура, для которой, то есть, не для всех характеристик, а только для мужской обуви этот вид цены, уточняющий, по этому соглашению предназначен. Ну, и здесь тоже стоит флажок запретить установку цен за пределами отбора, то есть, для других характеристик это не работает. Ну, и стоит тоже уточнить наценки по ценам продажи. Ну, ой, дополнительные настройки. Вот я хотел вам показать дополнительные настройки. Здесь тоже можно отобрать, ну, какие-то значения. В чем разница вот между тем, что указано здесь, и то, что мы дополнительно настраиваем. Значит, здесь мы отбираем ту номенклатуру, которую мы хотим видеть в документе установка цен номенклатуры. А вот дополнительные настройки указывают, еще уточняют номенклатуру, по которой будет выполнен расчет. То есть, это разные уточнения. То есть, это вся отбираемая номенклатура, а это уточняет, что же надо рассчитать. И здесь тоже стоит флажок, устанавливая цену по документам поставки. То есть, этот вид цены тоже автоматом попадет в документ установка цен номенклатуры, если мы создаем на основе документа поставки. Вот, кстати, это сейчас мы и сделаем. Значит, переходим в документы закупки. И вот из документа, по которому мы закупили кроссовки, создаем документ установка цен номенклатуры. Мы рассчитываем, что сюда попало, оба вида цены попали. Вот мы видим кроссовки Opt и кроссовки, вот эти вот. Это общая цена, это индивидуальная цена, которую мы только что рассмотрели. Вот они сюда попали. Здесь мы видим, для немужских кроссовок стоит запрет, как он стоял. Вот, смотрим еще раз, как он был установлен, запрет на не входящий в этот список. Вот. Ну и по флагу этому он попал, устанавливая цену по документам поставки, этот вид цены попал в документ установка цен номенклатуры. Как мы видим, оптовые цены на все одни, а вот конкретно по этому соглашению будут установлены другие цены. Ну, здесь мы можем не заморачиваться и прямо, поставив дату, например, 1 апреля, создать, провести и закрыть этот документ. То есть, теперь у нас установлены оптовые цены на кроссовки, а также установлены для этого соглашения индивидуальные цены. Вот. Ну, можно найти это соглашение. Давайте мы найдем это соглашение. Вот оно, это соглашение. И вот для этого соглашения у нас общий вид цены уже зарегистрирован, а индивидуальный вид цены тоже зарегистрирован. Вот. И теперь для этого клиента давайте мы создадим заказ и посмотрим, как цены туда попадут. Вот. Вот по этому соглашению только что мы смотрели. Можно подобрать товары. Ну, давайте только Adidas подберем. Выделим все. Перенесем сюда. Перенесем в документ. Вот. Мы видим, что, как установились цены на... По этому индивидуальному соглашению у нас по общему виду цены установились вот на эти характеристики. Такие цены. А вот на мужские установились специальные цены для этого соглашения. Они чуть больше. Ну, вот можно это все провести и закрыть. Таким образом, мы прошли весь путь от создания вида цены, но мы прошли его... Давайте мы еще раз запустим. Да, мы его прошли по вот этому пути. То есть, мы создали вид цены и на основе документа закупки создали документ установки ценной номенклатуры. Теперь перейдем к кофе. То есть, создадим цены на разные упаковки. Ну, посмотрим, что за у нас тут вид цены для кофе. Значит, вид цены для всех, для оптовой, по оптовой продаже. То есть, цена на... наценка на цену поступления 20%. Вот как она будет рассчитывать. Рассчитывается в отборе. Присутствуют все виды кофе, которые у нас есть. Ну, теперь поступим по-другому. Не из документа закупки, а прямо вот из этой обработки. Попробуем установить цены на нашу кофе. Ну, здесь можно выбрать простой вид. Тогда нужно будет выбирать там вот вид. Ну, все-таки в расширенном, мне кажется, более понятно работать. То есть, вот видно миглатуры кофе. Какие колонки прайса нам надо рассчитать. Вот они уже тут отмечены. Вот. Ну, цену поступления... Давайте тоже... Зависимые не будем устанавливать. И вот сюда отобраны... Такие-то вот по отбору, такая-то номенклатура, такие-то упаковки. Ну и рассчитаем эти цены. Вот рассчитать цены поступления по цене... Ну, по той формуле, которая задана для цен поступления. И кофе, оптовые цены на кофе рассчитали. Вот мы видим, что рассчитались цены на упаковки. А для штук мы можем задать какие-то цены вручную. Допустим, вот так вот. Вот. То есть, как мы видим, что из этого примера мы видим, что цены на штуки и цены на упаковки можно задавать по-разному. Применим эти цены на первое число. Запишем и проведем. Установить. То есть, тем самым мы создали, ну вот здесь можно посмотреть, создали второй документ. То есть, первый документ мы на кроссовке создали. А теперь мы создали цены, установка цен номенклатуры на на наше кофе. И эти цены дальше можно уже применять в документах продажи. Ну и последнее. Создадим. Вот. Для этого пристава цены по сериям. Значит, в документе закупки у нас было вот две серии. 20-й год, 21-й год. Да, вот. Посмотрим, как они, конечно же, сохранились в разрезе серий. То есть, вот эти цены. Посмотрим, как они у нас... Да, эти у нас цены рассчитываются по себестоимости. Вот. Ну давайте опять через цена прайс-лист сформировать. Ну здесь нам не кофе нужно, а на ТВ-приставке. И выбрать совсем другую колонку. Цены поступления нас не интересуют, потому что приставки у нас рассчитываются по себестоимости, которая зафиксировалась документом приобретения товаров и услуг. Окей. Таким образом, она отобрала нам тот вид цены, на который мы должны рассчитать цены. Ну, кнопочка «Изменить цены. Рассчитать». Рассчитаем давайте эти цены, то есть по себестоимости рассчитать оптовые цены на ТВ-приставке. Вот она рассчитала. Но почему-то рассчитала только для пустой серии. Вообще-то она должна была рассчитать вот здесь вот цену такую. Здесь должна была рассчитать вот такую цену. И здесь должна была рассчитать такую цену. Но почему-то не рассчитала. Непонятно почему. Ну тут тогда поясним, что такое пустая серия. Если в процессе или в документе не предусмотрено использование серий, то цена будет рассчитываться для пустой серии. У нас вроде бы предусмотрено, но все равно почему-то не рассчитывалось. Таким образом, после того, как мы применим эти цены и проведем документ установка цен номенклатуры, у нас появился третий документ. Вот он третий документ сегодня на ТВ-приставке. То есть на кроссовке мы сделали, на кофе сделали, ТВ-приставке. Эти цены дальше уже можно применять в документах продажи в виде общих или же индивидуальных видов цен. Ну и в заключении хочется сказать, что использование новых вот этих возможностей ценообразования ТВ-5, конечно, требует более детального проектирования и сопровождения процесса ценообразования. Спасибо.